здравствуйте дорогие друзья начинающие разработчики игр scratch мы начинаем очередной цикл мини уроков посвященных разработке одной из игровых механик достаточно популярных которые я назвала подпрыгивание вы многие знаете есть такие популярные игры с подпрыгиванием к примеру любимый всеми дракончик google который перепрыгивает кактус и вот один из наших подписчиков поделился своей игрой своим дракончиком сейчас мы как раз таки рассмотрим этот пример вы сможете поиграть в эту игру по ссылке которые я оставляю под видео а также по ссылке на страницу сайта где есть эта игра а также ссылки на уроки с помощью которых такую игру можно создать плюс еще наш новый цикл мини уроков в одном из которых будет рассмотрен как раз тот способ подпрыгивания который реализован в этом проекте давайте рассмотрим как раз таки эти игры я запущу на выполнение и покажу как все это выглядит для тех кто не представляет о чем я говорю вот у нас наш дракончик он как будто бы идет и перепрыгивает кактусы механику появления кактусов вы тоже можете посмотреть в одном из наших уроков но здесь автор использует еще также клоны но клонах мы пока не говорим второй пример вот такого проекта у нас идет код и он должен перепрыгивать мечи причем он немножечко подпрыгивает и в процессе подпрыгивания смещается вперед особенно это важно тогда когда мы хотим сделать реалистичную физику представьте себе что вы на ходу перепрыгиваете объекты скорее всего вы будете прыгать немножечко вперед а если вы бежите так и точно то есть на одном месте вряд ли у вас получится поэтому в этой игре у нас вот такая вот механика усложненная немножко и чуть-чуть вы видите у меня в процессе записи подтормаживает уже страничка но думаю что у вас все будет хорошо получаться тоже ссылку на эту игру я оставляю под видео а также на странице сайта scratch элит нет где будут размещены все уроки нашего цикла мини игр посвященных этой механике там же на сайте вы сможете оставлять свои комментарии делиться своими проектами так как сожалению на канале youtube детский контент не предполагает комментирование ну что поехали мы начнем с самого простого мы сделаем только реализуем механику подпрыгивания мы не будем делать полностью игры поскольку эти мини уроки рассчитаны на тех кто уже знаком с scratch и может совместить те знания которые получают при изучении других уроков для реализации своих собственных проектов я сделала заготовку небольшого проекта в котором у меня пока есть только дорога по которой будет идти наш персонаж мы сюда добавим кота который будет идти по этой дороге научим его прыгать примерно так как в этой игре но сначала он будет прыгать на месте а потом мы сделаем так чтобы он прыгал немного вперед итак для начала мы добавим наш проект кота который будет идти по дороге я возьму его из проекта реалистичный код ссылку на который тоже размещу под видео и соответственно вот с ответ под уроком на сайте где у нас есть два кота один кот scratch у которого всего лишь два костюма а второй код который ходит весьма реалистично и у этого кота если мы войдем внутри проекта и посмотрим его костюмы у него на самом деле целых 25 костюмов эти костюмы специально для наших уроков нарисовал профессиональный художник на основе кота scratch я сейчас возьму с помощью рюкзака перетащу ну давайте остановим пускай они уже перестанут ходить перетащу вот этот спрайт со всеми его костюмами скриптом который мы удалим чтобы он нам не мешал рюкзак вот спрайт уже в рюкзаке на всякий случай напомню тем кто не знает что такое рюкзак и когда он доступен что надо быть обязательно в своем аккаунте на сайте scratch то есть необходимо зарегистрироваться и войти под своей учетной записью и так у нас в рюкзаке сейчас надо его просто свернуть и развернуть он должен обновиться вот он загрузился я вытаскиваю из рюкзака спрайт и сразу же я удалю ему скрипт чтобы он нам не мешал вообще мы сделаем свой оставила только когда флажок нажат так вот наш код но и чего мы начнем еще начнем с того что мы дадим ему начальный костюм а костюмы у нас пронумерованы вот они 001002 и так далее да соответственно мы можем выбрать ему первый костюм пусть он начинает с первого и что он делает известно что мы знаем он меняет костюмы и делает он это смотрите как вот нам даже не надо ставить команду ждать потому что как раз вот этих 25 костюмов хватает для того чтобы получить реалистичность вот и все наш код идет по дороге но нам теперь осталось научить его прыгать прыгать он будет у нас по нажатию на клавишу пробел поэтому мы собственно и можем использовать события когда клавиша нажата и тут сразу у нас есть пробел мы давайте подумаем что такое вообще прыжок прыжок это изменение координат y вверх он поднимается изменяется его координата вверх а потом он опускается и в принципе самый простой способ который мы сейчас реализуем это способ который заключается в использовании команды плыть вот так вот незамысловато мы возьмем и сделаем но для начала чтобы у нас все было хорошо и корректно мы еще помимо задания начального костюма зададим и начальное местоположение вот допустим я хочу чтобы кот шел вот так вот значит я его ставлю в начальные координаты тоже чтобы все начиналось самого начала вот все замечательно хорошо теперь что мы должны сделать когда мы нажимаем клавишу пробел наш код должен подняться вверх ну и давайте подумаем куда он там должен подняться ну к примеру высота прыжка у него будет вот такая замечательно тогда мы берем команду плыть и он у нас будет плыть в эту точку затем нам необходимо немного подождать мы подберем это значение пока сколько секунд это все будет занимать мы мы не знаем мы только лишь проектируем после этого он завис немножко воздухе он должен опуститься назад вниз и тоже с помощью команды плыть мы пока его двигали мы немножко могли сбить координату x то есть сдвинуть нам важно было получить координату y поэтому здесь для надежности мы добавим в принципе можно взять вот этого число минус 172 внести а можно добавить защищенную переменную положение x вот так но давайте посмотрим вот он идет я нажимаю на пробел и он так красиво красиво поднимается вверх и опускается вниз понятно что это выглядит странно потому что надо чтобы он поднимался вверх значительно быстрее не так долго зависал в воздухе и точно так же быстро опускался в вниз поэтому одна секунду для нас это слишком много мы поставим допустим одну десятую секунды но целых одна десятая через . пишется если кто-то не знает десятичных дробей 0.1 но давайте проверим скорость прыжка ну вроде как неплохо но уходит он у нас в воздухе замечательно да поэтому здесь мы а давайте тоже поставим 0.1 итак ну в общем похоже на прыжок достаточно быстрый поэтому наверное все-таки зависать в воздухе ему мы дадим немножко больше времени ну вот уже похоже на действительность возможно вы захотите чтобы он прыгал выше возможно немножко все-таки надо сделать медленнее давайте проверим единственное что странно это то что он да вот сейчас он прыгает немножко медленнее но все-таки слишком долго зависает 0.1 секунда ну уж 0.15 давайте посмотрим он успевает сделать несколько шагов и это очень смешно выглядит когда он двигает лапами в воздухе поэтому в следующих частях мы с вами еще сделаем так чтобы когда он подпрыгнул он не из не менял костюм и тогда будет прыжок выглядеть более реалистично но уже сейчас вы можете использовать реализацию этой механики в своих проектах вполне естественно выглядят итак до встречи в следующих частях урока делитесь своими проектами подписывайтесь на канал заходите на сайт пишите комментарии и встречаемся еще 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 а и а а а а а и Продолжение следует...